Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM, онлайн и оффлайн. Сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, которая волнует очень многих людей. Мне часто задают такой вопрос, почему не все люди работают, почему многие люди уходят из MLM бизнеса, и как этих людей удержать, и стоит ли их вообще удерживать. Ну так вот, я, во-первых, хочу вам сказать, чтобы вы помнили такую статистику. 20% делают вам деньги, делают ваш товарооборот, а 80%, к сожалению, делают минимум вашего товарооборота, или вообще ничего не делают. Поэтому не расстраивайтесь, если из 100 приглашенных в ваш бизнес людей начинают работать только 20 человек. Это нормально. Объясню сейчас почему. Ну, во-первых, люди не все одинаковые. Каждый приходит в этот бизнес со своим багажом знаний, со своим опытом, со своим мировоззрением. И поэтому люди, ну, скажем так, делятся на несколько категорий. Итак, самый главный, самый важный ваш партнер, это партнер-предприниматель. Это человек, который пришел с четкой целью, и он знает, что ему нужно делать. Он делает каждодневные пошаговые действия, чтобы прийти к своей четкой цели. Почему он об этом знает? Да потому что у него уже есть опыт. Он или предприниматель линейного бизнеса, или он уже предприниматель, который достиг чего-то в другой компании, но по каким-либо причинам ушел, сделал перерыв, или же просто решил прийти в вашу компанию, потому что в ней лучшие условия. Именно такой человек, он понимает, он знает, что не бывает все сразу просто и легко. Да, то есть нужно пройти определенные моменты, нужно падать в яму, в кавычках, нужно вставать и лететь еще выше. И вот такие люди, они и будут самыми главными вашими партнерами. И вот именно с этими людьми вам стоит работать больше всего. Вот 80% времени уделяйте этому проценту людей. И тогда вы увидите, как ваши товарообороты растут, и вот эти вот качественные партнеры приглашают в бизнес новых, новых людей. Есть такая категория людей, которых можно назвать, например, покупатели или пользователи. Это те люди, которые якобы пришли на бизнес, но на самом деле они хотят просто пользоваться продуктом. Им это нравится. Им нравится продукт, и на самом деле они не будут ничего делать, особо напрягаться, чтобы работать дальше. Нет, есть, конечно же, вариант, что они будут работать дальше. Если каким-то образом вы очень грамотно увлечете их этим бизнесом, если выявите их потребность, почему они будут делать какие-то действия определенные. Но в основном такие люди, конечно же, остаются потребителями. И ваша задача – качественно рассказывать вам им о продукте, чтобы они оставались пользователями и рекомендовали этот продукт, например, своим знакомым или каким-то другим людям в соцсетях. И тогда, если они увидят какой-то результат, увидят, что рекомендуя, можно еще и зарабатывать деньги, тогда, возможно, они станут и вашими качественными партнерами. Постепенно, понемножечку. Но все-таки на таких людей я не рекомендую тратить большое количество времени. Лучше потратить на первую категорию. И третья категория – это люди, которым я не могу дать название. Назовем их no name. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно же. Это те люди, которые пришли, говорят, что я хочу, я буду все делать, но на самом деле не делают ничего или делают только какую-то часть работы. И потом, через месяц, начинается вынос мозга своему спонсору. Почему я не могу добиться результата? Почему вот Вася, Петя, Маша добились результата, а я нет? И чаще всего, чаще всего, не на 100%, но в большинстве случаев, это та категория, которая на самом деле делает мало. И вот какая Ваша задача состоит? Выявить у этих людей процент их полезности. То есть возьмите и посмотрите, что из 100% того, что Вы даете этому человеку, из тех инструментов, которые Вы ему даете, что именно он делает. Возьмите его прямо за ручку и проживите с ним неделю. То есть первый день давайте ему четкие задания и вечером проверяете выполнение. И заключите с ним договор, можете письменно, можете устно, о том, что если он не будет ровно одну неделю выполнять те задания, которые Вы ему даете, то пусть он больше не задает никогда таких вопросов. Почему у меня не получается? И пусть он мне говорит, что возможно это не мое. Конечно же, все это нужно делать очень корректно. Никогда не забывайте, что Вы партнеры. Вы не начальник, потому что в этом бизнесе нет начальников и подчиненных. Вы бизнес-партнеры. То есть все предлагаете на общих договоренностях. Очень часто у меня были такие случаи, когда люди говорили, да, хорошо, но после этого переставали задавать мне эти вопросы, почему у меня не получается. И я прекрасно понимала, что человек просто ничего не делает. Как быть с такими людьми? Конечно же, Ваше право, тратить на них время или нет. Я не говорю, что из этих людей ничего не получится. Но если этот человек Вам дорог, и Вы с ним в каких-то близких отношениях, Вы искренне хотите ему помочь, то все-таки сядьте и серьезно с ним поговорите. Что давай мы с тобой поставим четкие цели, четкие планы и распишем каждодневные шаги, чтобы прийти к этим целям. И если я вижу, что ты это делаешь, то мы идем с тобой дальше, ногу в ногу и добиваемся очень крутых результатов. Если нет, то извини, но я сделал все возможное. И не дай Бог люди скажут, сделай за меня какую-то работу. Ни в коем случае никогда этого не делайте. Но я Вам не советую, во всяком случае. Объясню почему. Потому что лучшая помощь партнеру-новичку, это предоставление ему инструментов. Если Вы начинаете за него делать какую-то работу, то этот человек никогда не станет лидером, никогда не сможет организовать собственный бизнес. Он всегда будет, скажем так, висеть на Вашей шее, как бы грубо это ни звучало. А сейчас я хочу дать Вам небольшое домашнее задание. Согласно той информации, которую я Вам дала, поделите, пожалуйста, свою команду на три категории. И напишите в комментариях, в процентном соотношении, сколько у Вас людей из определенной категории. Ну и также я бы хотела посоветовать Вам, чтобы Вы проработали именно по этой схеме с каждым своим человеком. С Вами была Елена Коваленко. Пока-пока. И не забудьте поставить лайк, если это видео Вам понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok